День Города Лидерами рязанских молодежных движений Павел Молков поддержал несколько инициатив. Пляжи дикие и не очень. Природоохранная прокуратура провела проверку мест отдыха рязанцев. Лихачи-самокатчики. Вопрос об уздании беспечных лихачей актуален как никогда. В День молодежи руководитель региона Павел Молков встретился с шестью лидерами юношеских общественных организаций. Конечно, в регионе их больше, но эти самые крупные. О чем шла речь? Максим Васильев. Система молодежных организаций – один из краеугольных камней государства. Об этом говорил Павел Молков на встрече с лидерами подрастающего поколения. В Рязанской области сегодня 26 общественных организаций, а это десятки тысяч школьников и студентов. Проектов масса, причем не только в регионе. Я знаю, что там, где трудно, там всегда молодежь. Кстати, приятно было узнать, что рязанцы молодые работают не только здесь, внутри области, но и на некоторых внешних проектах. Вот Рязанский студенческий стройдрат участвует во всероссийской стройке в арктической зоне на острове Новая Земля. Очень серьезный вызов, интересный. Мне бы лично даже было бы любопытно встретиться, послушать, как же там на самом деле этот проект весь реализуется, как там все организовано. Знакомство с руководителем региона, представители шести крупнейших молодежных общественных организаций начинают с небольшой презентации. Для каждой важны строчки «Охват и вовлеченность». В региональном отделении российского движения школьников эти цифры примерные, но и они впечатляют. Более 47 тысяч вовлеченных в движение, это имеется в виду родителей, педагоги, школьники. Это такая обобщенная цифра, которую тяжело посчитать, возможно их больше. Что мы точно можем посчитать, сколько у нас зарегистрировано на сайте и участвует. Вот на пятницу в 2 часа дня у нас на сайте было 37 973 человека. Мы готовы поддерживать все ваши начинания, заявил молодежным лидером Павел Малков. Он поддержал создание молодежного центра в здании бывшего кинотеатра «Родина» и предложил добавить категорию студентов в городскую социальную программу «Забота». Вы все делаете очень важное, нужное дело. Что требуется от меня здесь? Всегда смело обращайтесь, я готов. Может быть даже вот здесь по какой-то причине было неудобно озвучивать какие-то предложения, идеи, вопросы, замечания. Я бы предложил, может быть, отдельно нам проработать. Вы подготовите список предложений, что требуется, что вы считаете нужным, правильным, для того, чтобы в целом нам всю эту работу увести на какой-то новый уровень. Ничего не хватает. Смело говорите. Особо отличившиеся лидеры молодежных движений были отмечены памятными дипломами и подарками. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 1 июня в Рязани официально открылся пляжный сезон. В городе 5 оборудованных мест для купания. Ореховое озеро, Старица в Солочи и 3 водоема на Барковских карьерах. Номер 1, номер 2 и номер 3. Всего в области их 37. К пляжному сезону их вроде бы подготовили, но у природной охраны прокуратуры появились вопросы. Тема мусора на рязанских пляжах довольно-таки привычная. Притом, если оборудованные стараются хоть как-то убирать, то на необорудованных чистота зависит от культуры самих отдыхающих. То и дело, здесь можно встретить пустые бутылки из-под воды, пачки из-под чипсов и сухариков. Но, оказывается, даже такие места должны убирать. Природоохранная прокуратура обратила внимание на жалобы жителей Рыбновского района. Здесь, в селе Новоселки, есть речка Сосенко. В списке разрешенных пляжей от Сура ее нет. Местечко дикое. Однако сельчане, видимо, отдыхают и там, оставляя следы своего пребывания. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и другой мусор. Притом, на фотографии видно, что жалуются не на сам пляж, а на захламленную территорию рядом. Это, кстати, водоохранная зона. В ходе прокурорской проверки доводы обращения были подтверждены. Действительно, береговая полоса реки захламлена отходами. С целью устранения нарушений природоохранного законодательства главе администрации Рыбновского муниципального района было внесено представление, которое находится на рассмотрении. Это значит, что муниципалитет Рыбновского района должен территорию от мусора очистить. На это им месяц. Следить за исполнением будут сотрудники прокуратуры. Ведь по законодательству должны быть установлены урны или контейнеры. Этого нет, заявили в природоохранной прокуратуре. А по тому же закону, если хулигана, который намусорил, найти нельзя, то представление выдается муниципальному органу. В случае, если требования представлений не будут исполнены, соответственно, прокурор обращается в суд с исковым заявлением или с административным исковым заявлением и уже устанавливает конкретный срок, в который должны быть устранены нарушения. И в данном случае убрана несанкционированная свалка либо очищена от отходов захламленная территория. Соответственно, по решению суда уже лицо, в отношении которого принимается соответствующее решение, обязана будет исполнить решение суда. А если через суд призвать муниципалитет к ответу не получится, то исполнительный лист отправится к судебным приставам. У них меры воздействия другие. К уборке принуждают, штрафы выписывают. А если нарушитель окажется злостным, пока административное дело правоохранители могут вполне трансформировать и в уголовное. Кстати, захламленные водоохранные зоны и пляжи, в частности, для региона – не редкость. Но и в практике природоохраны прокуратуры дела, которые заканчивались положительно, когда пляжи убирали и вывозили мусор, все-таки есть. Так что чиновникам из Рыбного лучше все-таки прислушаться. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Электросамокаты, как и сервис по их прокату, стали популярными еще весной прошлого года. И это средство передвижения вполне можно было бы считать удобным, если бы не одно «но». Количество ДТП с их участием возросло в разы. До появления электросамокатов в России не было никаких проблем с их квалификацией в правилах дорожного движения. Но повсеместное появление этих средств передвижения резко увеличило количество ДТП. Еще в конце марта в сети интернет появилась информация о том, что якобы вышел новый закон, который поставил электросамокаты в один ряд с автомобилями и мотоциклами. А значит и отношение к ним теперь будет другим. Я как бы понимаю, что там, наверное, будут какие-то ограничения, но, скорее всего, не сильные. Просто это нужно для регулирования в целом этой деятельности, потому что на данный момент электросамокат как бы даже еще не знают, каким транспортным средством он является. То есть где-то там его приравнивают к велосипедам, где-то к пешеходам. В госавтоинспекции считают, что нововведения в правилах помогут снизить количество ДТП. Что касается того, можно ли ездить на электросамокате без прав или нельзя, здесь все зависит от типа самоката и его индивидуальных характеристик. Обсуждение новых правил дорожного движения для водителей электротранспорта идет уже с 2017 года, когда на рынке появились инновационные, быстрые и мощные модели электросамокатов. До сих пор даже на законодательном уровне не до конца решен вопрос с электросамокатами. В настоящий момент их разделяют как бы на два вида по мощности двигателя. Если мощность двигателя больше 250 ватт, то данное транспортное средство можно отнести к мопеду или скутеру. Соответственно, и все требования правил дорожного движения необходимо будет выполнять как при движении на мопеде. В этом случае обязательно наличие водительского удостоверения и, соответственно, соблюдение всех требований безопасности. Официальная позиция ГИБДД сегодня звучит так. Бесправ на электросамокате сегодня можно ездить только в том случае, если вы используете маломощный агрегат. Он приравнивается к велосипеду и может использоваться также. Поэтому перед арендой или покупкой лучше предварительно уточнить технические характеристики. Сотрудники ГИБДД могут остановить на проверку любой электросамокат, независимо от того, с какой скоростью и где он ехал в конкретный момент. Если авария произошла в пешеходной зоне с участием обычного электросамоката, происшествие разбирается как конфликт между пешеходами, а не как ДТП. Многие дорожно-транспортные происшествия связаны именно с тем, что пересекают на самокатах пешеходные переходы, когда едут. За прошлый год у нас в Рязанской области было зарегистрировано с электросамокатами 6 дорожно-транспортных происшествий. С началом летнего сезона уже есть зарегистрированный случай с пострадавшими от таких водителей. Однако есть еще и дорожно-транспортные происшествия, когда участниками были либо дети, либо взрослые, которые передвигались на обычных, ни на электросамокатах. Часто просто их, скажем так, характеристика такого дорожно-транспортного происшествия, как наезд на пешехода. Правила безопасности при использовании самокатов, конечно, превыше всего. При езде на тротуаре скорость не должна быть выше 20 км в час, а в парках и скверах не выше 15 км в час. Не кататься вдвоем. То есть это с точки зрения безопасности правильно. То есть каждый один человек должен стоять на одном самокате. Да, и плюс, ну, все-таки самокат, он не рассчитан, наверное, на двух человек. Он все-таки, ну, выходит из строя так быстрее. Но все-таки, в первую очередь, это касаемо безопасности людей. Ну, и соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения, да, то есть не кататься там прям по проезжей части в наглую. Стараться все-таки соблюдать и не мешать пешеходам. Итак, еще раз. Права на электросамокат нужны вам будут в том случае, если у него мощность выше 250 ватт и потенциальная скорость больше 50 км в час. Все остальные маломоторные средства пока что в законе. Герман Гущин, Михаил Азуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанском цирке с большим успехом продолжают демонстрировать шоу «Геерадзе. Песчаная сказка». Яркая тематическая постановка захватывает зрителей с первых минут. С момента премьеры на шоу побывали уже более 15 тысяч человек. Отправиться в самое сердце Востока вместе с артистами шоу «Геерадзе. Песчаная сказка» жители и гости города могут только до 17 июля. Не упустите свой шанс. Таинственный, чарующий, притягательный спектакль с единым сюжетом, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Вместе с главными героями зрители оказываются в самом сердце пленительного Востока, где живут жуки-скоробей, воины-скорпионы и восточные красавицы. Новое шоу Королевского цирка с участием титуловных артистов Росгосцирка – уникальный тематический цирковой спектакль, где номера объединяет единый яркий сюжет. За время гастролей и песчаной сказки в Рязанском государственном цирке шоу посетили более 15 тысяч зрителей. По невероятно теплым отзывам зрителей можно сказать, что шоу действительно мирового уровня, а количество проданных билетов подтверждает знак качества программ продюсерского центра «Геерадзе Королевский цирк». Я и такого не ожидала. Лучше, чем в Сочи было. Мы уже второй раз. Представление, да. Да. Первый раз мы в Сочи смотрели. Вообще, вообще не представляю, как такие животные бывают на земле. Вообще, очень понравилось. Очень все нравится. Всегда мастерство артистов потрясает. Это, наверное, одна из таких незабываемых спектаклей, где все сочетается. Мастерство артистов, костюмы, сама постановка спектакля. В общем, мы в полном восторге. Собираемся приходить второй раз, если честно. То есть третий? Нет, на это же представление, но собираемся приходить второй раз. Уже с другими членами семьи. И папой. Очень красивые костюмы. Последний номер просто шедевральный. Ну и как бы все животные ухоженные. Все-все очень красиво. Мне пока понравилось верблюды. Верблюды. Хорошие животные, ухоженные очень. Еще лошади. И артисты высокого уровня. И джин. На манеже величественно проплывают корабли пустыни, верблюды. Обезьяны ловко исполняют трюковые номера, а под куполом, будто на крыльях, парят воздушные гимнасты. Все представление – это настоящий спектакль из нескольких десятков номеров. Каждый продуман до мелочей. Поэтому после выступлений зрители еще долго не отпускают артистов. Аплодируют стоя по несколько минут. Изюминка грандиозного шоу «Гей Радзе» – единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полуторатонные африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его жены Людмилы. Современное прочтение «Волшебной лампы Алладина» нашим одним из лучших режиссеров современности. Не побоюсь этого слова моим другом Гии Радзе. Это, я еще раз повторюсь, одна из лучших программ «Розвезд цирка». Самым юным зрителям, конечно, запомнился номер под руководством Екатерины Запашной с белоснежными самоедскими лайками и пятнистыми далматинцами. Рязанцам посчастливилось первыми увидеть уникальный номер заслуженного артиста России Юрия Володченкова «Цыганская страсть», к которому артисты готовились больше двух лет. По многочисленным просьбам зрителей, увидеть шоу Королевского цирка теперь возможно не только каждые выходные, но и в будние дни. Представление шоу Гии и Радзе «Песчаная сказка» с участием титулованных артистов Росгосцирка в Рязанском цирке продлится только до 17 июля. Билеты можно приобрести им традиционно в кассах цирка, а также онлайн на сайте цирка. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 27 июня по 2 июля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова